Взадка D5 удивительный проектор за 15 тысяч. Здравствуйте, с вами Ёж, вы на канале Алигита и хорошего вам настроения. Смотрите, сколько оттенков в цвете кожи разных. Друзья, обалденно показывает, прям очень атмосферно. Посмотрите, как шикарно, зато выглядит желтый цвет. Перед вами новинка от бренда Взадка. Их легендарная модель C3 стала, пожалуй, одной из самых популярных проекторов на базе 1LCD-матрицы на Алиэкспрессе. Получил огромное количество положительных отзывов за то, что рассказал об этом на своем канале. И сегодня у нас новинка, которая удивляет своими характеристиками для данной цены. Сейчас она в момент распродажи стоит около 15 тысяч рублей. И это за 7 тысяч люмин яркости со встроенным андроидом, причем очень шустрым, хорошим железом. С коэффициентом контрастности 10 к 1. И, скорее всего, этот проектор очень себя хорошо покажет в играх. В общем, давайте не терпится его вам показать. Распакуем, посмотрим, как поставляется, что входит в комплектацию. Я уверен, если вам нужен проектор где-то в этой ценовой категории, возможно, именно как раз какие-то ваши случаи. Поехали. Вот в такой вот веселенькой коробочке поставляется. Ничего особо информативного на ней не написано. Ну, тут как бы, что тут еще? Открывая коробочку, как видите, все надежно упаковано с пениным материалом. Из комплектующих, конечно же, инструкция. Только на английском языке. Схематичная, логичная, понятная. Не буду, мне она особо неинтересна. Обычная, вот эта стандартная, как и у всех проекторов, дистанционная пульта управления. Но, что хорошо, есть кнопки фокусировки. То есть, не нужно какие-то там крутилки крутить, чтобы там настроить резкость или отрегулировать коррекцию трапеции. Все это можно делать в электронном варианте через дистанционный пульт. Работает он от двух батарейок размера 3А, которые в комплект не входят. РСА-разветвитель на аудио-видео-стерео. HDMI-разъем для подключения к вашей игровой консоли, компьютеру. И силовой шнурок для подключения к вашему электричеству с евровилкой. На самом деле, не верится, друзья, что вот такой вот малыш, который, ну, как две ладоши, по сути дела, размером, очень легенький, не знаю, где-то полтора килограмма он весит. Что вот такой вот малыш выдаст 7,5, ну, 7 тысячи люмин. Это прям удивительно. А так, в принципе, дизайн очень лаконичный, ничего лишнего. Очень практичный цвет корпуса, да и сам по себе пластик. То есть он всегда будет выглядеть как новенький. Ни пыли, ни отпечатков на нем не видно. Это классно. С гордостью спереди логотип взадка. Здесь у нас для дистанционного пульта управления приемник. Крышка, защищающая объектив от пыли, одевается, правда, на корпус. Так что, если сильно приблизите линзу, она, наверное, уже не оденется. Хотя, скорее всего, оденется. Сверху у нас всего одна кнопка включения и светодиодное такое красивое колечко. Со стороны линзы находится вентилятор, который захватывает холодный воздух, пропуская через все модули, охлаждая их, и выходит с противоположной стороны через вот эту решеточку. И этот вентилятор имеет вот такой вот лючок, что позволяет достать сеточку, сполоснуть ее и поставить обратно, высушить, поставить обратно. Таким образом, как бы ухаживая, чтобы пыль не проникала. Ну, а охлаждение справляется на ура. Средняя температура по корпусу комнатная и в самом теплом месте на водове воздуха температура поднимается лишь до 40 градусов, что отличный показатель. В плане шумности показатель средний в упор это где-то 55 дБ, а на расстоянии в метре от проектора уровень шума держится порядка 39 дБ, что, кстати, хороший показатель. Для понимания, при выключенном проекторе уровень шума 36 дБ. То есть он все же чуточку тише своих собратьев в один LCD на Full HD матрице. Динамик у него всего один, на комнату около 15 квадратов, в принципе, пойдет. Ну, не сказать, что прям шикарный звук, уровень громкости иногда поднимался до 84 дБ в тестируемом видео. С этой же стороны находится силовой разъем для евровилки, ну а на противоположной стороне находится весь основной софт. Это USB 1 и USB 2. Ну, то есть два USB разъема. К одному можно, к примеру, подключить какой-нибудь USB приемник для беспроводной клавиатуры. Ну, а второй использовать как под ваши USB накопители с вашими любимыми фильмами. Допустим, нет интернета, уехали куда-то, вставили флешку с вашими любимыми фильмами и, пожалуйста, порт для наушников 3,5, аудио-видео и два разъема HDMI. В принципе, проектора с Android ему бы и одного хватило, но здесь целых два. То есть, можете сразу же и компьютер, и ноутбук там подключить, и игровую консоль, все это можно. Ну, а на тыльной стороне, точнее, на дне проектора располагаются четыре такие пролезиненные ножки, обеспечивающие хорошее сцепление с поверхности. Ну, также есть еще одно винтовое отверстие для под обычный фотоштатив. Этот малыш, в принципе, соответствует своей заявленной яркостью. Говоря о яркости, ребятки, ну, проектор действительно яркий, и, мне кажется, полностью соответствует заявленным характеристикам. Посмотрите, сейчас мощные софтбоксы бьют прямо в него. Здесь очень светло, гораздо светлее, чем в любом обычном помещении. Здесь, вон, ну, и лампа обычная, да, мощная такая. И вот при вот таком освещении, при том, что они бьют, в принципе, вот это особенно, бьет прямо в экран, и вот так вот видно изображение. Изображение далеко не маленькое. То есть, вот такой вот экран, вообще приличный по размеру. В принципе, я считаю, что очень яркий проектор. Кстати, минимальное расстояние в резкости проектора от экрана у меня вышло 158 сантиметров. И проекция вышла 115 сантиметров на 65. Это 132 сантиметра по диагонали, то есть где-то 52 дюйма. На расстоянии же в 4 метра от экрана изображение выходит 300 на 170 сантиметров. Это 344 сантиметра по диагонали, то есть где-то 135 дюймов. Просто супер смотрится. Обалденно. Реализм, как будто сейчас вот эти вот чешуйчатые прямо здесь вот находятся. Софт, друзья, очень удобный. Вот такой платформенный Android 9.0 для проекторов и TV-боксов. Здесь вот у нас все выходы, то есть USB, Audio-Video, HDMI, HDMI 2. Здесь разные программы, но изначально я рекомендую сразу же перейти в настройки и переключить на подходящий для вас язык, потому что по умолчанию английский. В моем случае русский лично мне более понятный. Ну и вот, пожалуйста, мои приложения, какие-то уже предустановленные программы, ну как обычно, но все, что нужно, можете скачать в PlayMarket абсолютно даром. Введете свою учетную запись вот в рынок приложений. Вот есть даже рынок приложений. После того, как заведете свою учетную запись, можете туда переходить. Для подключения трансляции с вашего смартфона, будь то iPhone или Android, вот есть AirPin Pro и Miracast. В моем случае Miracast, то есть скачивайте в смартфон абсолютно даром программу Miracast. Вот, нашли LED-проектор. Все, подключились. Сейчас первые секунды будет немножко подключения, еще не до конца. Поэтому, а сейчас... Ну, в принципе, смотрите, друзья, реакция достаточно синхронная. Задержки, ну, незначительные. Я не ощущаю какого-то дискомфорта. Ну, пожалуйста. Вообще легко. Друзья, ну, в пиле, в принципе, в целом можно спокойно смотреть. Что касается трансляции мобильных игр через ваш смартфон, там, конечно, будут вот эти артефакты разбиваться, как вот эти вот биты пиксели, да, такие квадратики. Будет подлагивание. Видео, в принципе, можно транслировать, и то, если сильно не вот так не трясти смартфоном, потому что связь немножко помехи появляется. Вот с айфона раздаю интернет по Wi-Fi и подключил, в принципе, проектор без каких-либо сложностей. Можно также по Bluetooth подключить какую-то акустику, саундбар, какие-то колонки. В настройках звука нет ничего, кроме выключения вот этого вот тона в меню. Ну, и настройки самые простые. Это переворот изображения. В случае, если вы будете вешать проектор на потолок, либо даже отзеркаление и переворот, в случае, если будет проектор даже на потолке за экраном. Ну, и настройки трапеции тоже самые все необходимые функции здесь есть. Есть автоматическая вертикальная трапеция. Он будет под G-сенсором своим, по ощущению, да, так скажем, без сенсоров, без фотосенсоров адаптироваться и выравнивать в пространстве. Либо можете вручную как-то выставить, если вы будете вешать на потолок, то вам вот эти углы пригодятся. Если чуть вправо, чуть лево, вот эти углы пригодятся. В принципе, даже ими можно уже справиться. И даже вот есть изменения, коррекции по четырем углам, каждый по трем осям практически вот таким вот образом, что позволит вам расположить проектор даже вообще сильно сбоку от экрана и выровнять изображение в ровный прямоугольник для комфортного просмотра. Вот это на тумбочку и настроить каждый угол индивидуально. Есть вот такое вот уменьшение в масштабе изображения практически в два раза. Если проекция не помещается на экран, без потери качества можно и уменьшить. Фокус, кстати, очень хорошо, удобно настраивается при помощи кнопок. Мне лично нравится, нет никаких сложностей. Давайте посмотрим, насколько шустро работает YouTube. Впервые его запускаю при вас. Специально буду сейчас болтать, чтобы посмотреть, насколько быстро. Но, однако, у меня сейчас на самом деле интернет, который раздает мой смартфон, не самый лучший, потому что все-таки здесь цокольный этаж и так сидит и все. Но, тем не менее, смотрите, как прогружается. Какие цвета обалденные, друзья. Смотрите, сколько оттенков. Просто потрясающе. В принципе, в принципе, достаточно быстро все прогружается. Посмотрите. Вот я листаю. Это просто первый раз данный ролик. Нажимаю запустить. Раз, два. Ну, все. Буквально мгновенно запустился. Какие разрешения поддерживают? Запустился 480p, потому что у меня здесь интернет не очень хороший. Поддерживает 1080p. Посмотрите, друзья, какая красота. Full HD разрешение. Но, так как это видео снято, наверное, 8К камерой, конечно, мы с вами погружаемся в настоящее 4К. Здесь просто изумительная картинка. Если вы смотрите качественное видео, вот такие вот, да, там, особенно с глубиной резкости, и коэффициент контрастности, и количество цветов, отображение цветов у данного проектора, конечно, дают очень реалистичную картинку, и детализации вам более чем достаточно. Даже если вы очень близко сидите, вообще четкая картинка. Посмотрите, видны все мелкие детали. Вон, как вот здесь вот древесина. Ну, камера, конечно, это не передает, как бы я там не пытался сфокусировать. Вон, посмотрите, как клюв. Вот мелкие вообще вот отслоения какие-то на клюве. Если в районе 15 тысяч проектора ищете, то этот вполне себе оправдывает за эту цену. Бегло, друзья, пробежимся по тестам, которые у меня тестируют абсолютно все проекторы в равных условиях. Первый слайд. Восхитительно вижу серый цвет. Вообще цвета в целом хорошо отображаются. И самое главное, что картинка соответствует Full HD разрешению. Об этом говорит вот этот самый мелкий штрих, который в идеале как в горизонтальном расположении, так и в вертикальном. Стандартная стаблица. Ну, матрица настроена, как и у всех подобных 1LCD проекторов. Но, что приятно, посмотрите, сколько оттенков в цвете кожи разных этнических девушек. Посмотрите, у белокожей девушки здесь немножко румянец, зеленый цвет глаз. Ну, зеленый здесь такой, скорее сероватый, зеленый какой-то такой, серовато-зеленый. Ну, посмотрите, как здорово. У темнокожей девушки, конечно, не все детали видны в темных участках ее. Но сколько оттенков кожи в черном, мне очень нравится. Ну, в принципе, кстати, я думал, что тест черного будет гораздо хуже. На самом деле, только четвертый сливается с нулевыми. Это очень хороший показатель. Все остальные цвета черного, оттенки черного видны. Самое главное, что они имеют прям действительно градацию. Все оттенки белого видны. Все абсолютно. Это прям шикарный результат. Вот этот тест очень показательный, насколько проектор хорошо себя ведет в динамических сценах, то есть в каких-то так называемых экшенах, да, вот этих вот, где быстро сменяются какие-то, ну, погоня какая-то, еще что-то. Если этот тест весь трясется, то, как правило, изображение может распадаться на артефакты вот эти, вот как бывает даже у мониторов. В данном случае тест очень стабильный, что, скорее всего, Денис, скорее всего, я уже видел его в активных сценах, как раз-таки смотрел кое-какие там видеофильмы. Все плавненько, изображение плавненькое. И хочу отметить и в играх. Ну, давайте сейчас как раз-таки в играх покажу. По FPS показал отличные результаты, плавность хорошая. Задержка порядка 45-50 сотых миллисекунды, что по факту более чем играбельно. И даже в какие-то активные игры играть комфортно, изображение плавное, все шустро реагирует. Ну, а играть на таком огромном экране, конечно, очень атмосферно. Все углы в резкости, несмотря на то, что проектор сейчас стоит немножко сбоку от экрана, тем не менее, даже без подкручивания электронного кейстена, вот это вот все, все углы прямо как надо. И самое важное, что вот эта белая решетка резко переходит в черное, без каких-либо радужных оболочек, что по вертикали, даже по вертикали чуть получше, что по горизонтали. Вообще прям изумительно. Для такой цены, такого проектора, очень хорошие показатели. Вообще белые и черные оттенки супер. Вот как раз и подтверждение, что в темных участках кадра мы видим те самые детали, которые заложил кинематограф, да, когда мы смотрим какие-то видео с темными комнатами, там, темный лес, там, пещеры, еще что-то. Вот здесь вот видите, все вот эти темные детали, ну, камера, конечно, не запечатлит, но, однако, вот сравнивая со многими проекторами, скажу, что отображение черного у этого проектора просто, ну, на 95%. Далеко не все мониторы отобразят настолько хорошо черные оттенки, не говоря уже о белых, потому что здесь вот у кого плохо отображаются белые оттенки, мы видим просто выбеленное пятно, да, от вот света софита. Здесь мы видим все целиком, фактура, текстура кожи, хорошо отображается рельеф, то есть настоящая вот эта вот объемная живая картинка, и вот здесь вот пушок супер видно. Кстати, глубина черного у проектора тоже на хорошем уровне, не самый лучший, далеко не самый плохой вообще. Тест очень показательный, вот как раз-таки, как проектор хорошо отображает белые и черные оттенки, вот мы видим, да, вот эти вот ядра, да, вот эта белая, градация оттенков. Ну, и так как этот проектор отображает оттенки других цветов, желтый потрясающий, бирюзовый потрясающий, зеленый один из основных цветов RGB, да, супер. Вот этот вот сложный цвет фиолетовый, ну, здесь только граница видна, камера точно не запечатлит, чуть-чуть оттенка отличается. Красный, можно сказать, слился, да, красный слился, и синий тоже слился, ну, как есть, так и показываю. Но, однако, мне нравится, может быть, у красного не столько оттенков много, как у более дорогих, крутых проекторов, но мне нравится, как выглядит сам красный. То есть, он не кирпичный, как бывало, да, у дешевых проекторов, не какой-то розовый, он прям красный, красный, синий, синий. Ну, и проектор полностью соответствует Full HD разрешению, его можно легко использовать где-то на презентациях, тем более он такой маленький, компактный, потому что легко читается даже шестой шрифт черным по белому, да и белым по черному в целом. Четвертый, конечно, это уже 4К, как правило, и он уже, конечно, его не особо видно. Но презентации, как правило, проводятся вообще вот такие вот, 18-20, и если вы думаете отображать рабочий экран вашего компьютера, вообще легко, все будет отлично видно, там время, это значительно больше размера, чем он четвертый. Тестовое видео в 4К, которое, знаю, как облуплено, я тестирую на нем все проекторы, в том числе за полмиллиона лазерные, шикарно видна вот эта фактура рогожки, да, в красном, в зеленом, в синем тени. Ну, про что я говорил, вот смотрите, как классно выглядит действительно натуральный цвет роз. То есть, красным может быть не тысяча оттенков, да, но тем не менее, посмотрите, как реалистично смотрится клубничка, она такая очень аппетитная, сейчас смотрю, аж слюни текут. Посмотрите, как шикарно, зато выглядит желтый цвет, потрясающе, он как вот этот бирюзовый, темный-синий. Но мне, кстати, на удивление, я на самом деле удивлен, что проектор, ну, бюджетный, я не ожидал каких-то крутых от него решений, но то, что он так отображает цвета и оттенки, прямо вообще супер. Сейчас сложная картинка будет, прилавок с перцами, особенно в красном цвете, да вообще супер, смотрите. И в светлых участках мы видим плавные переходы, то есть, объем есть, и в темных участках, где тени, мы видим объем, то есть, не плоскость, а настоящий объем за счет оттенков. То есть, красный, может быть, тест показал, что не очень, а на самом деле это очень даже хорошо. Зеленый, посмотрите, сейчас сложная картинка, все будет в мельчайших движениях. Посмотрите, как плавненько едет автобус, да, машина, ну, немножко мешает отсеточка. Хотя здесь высокий битрейт изображения, все, я говорю, в мелочи, листья деревьев, машины, люди, и тем не менее, очень все плавненько. Баланс белого, кстати, тоже хорошо настроен у этого проектора, он не слишком холодный, не слишком теплый, прямо такая некая золотая середина. Или бывает, наоборот, желтый, да, вот, прямо золотая середина, как надо, мы видим, что пингвинчик более теплый, а снег вот сзади него, сейчас посмотрим. Да, снег сзади него более такой холодный, даже он пушок с его деталями, вот, мелкими деталями, все видно хорошо. И вот такие изображения как раз-таки показывают, насколько проектор хорошо передает объем за счет просто даже двух цветов, белого и черного. Так что, если подытожить, то за свою цену, а сейчас во время акции у него просто потрясающая цена, даже до 15 тысяч рублей, причем со склада России, то есть с быстрой доставкой даром, вы получаете проектор с электронной корректировкой и фокусировкой, с хорошим шустрым андроидом, с хорошей такой приличной яркостью, с отлично откалиброванными, по моему мнению, цветами, коэффициент контрастности тоже приличный. Охлаждение не так уж и громкое в сравнении с его сверстниками. Звук, да, не самый лучший, но не самый худший в такой среднячок. Всегда можно подключить блютуз-колонку или какую-нибудь акустику. В общем, мне он понравился в такой ценовой политике и рад был поделиться с вами мнением о нем. Кстати, ссылку на него вы можете найти в описании под этим видео, именно поэтому переходите, заказывайте, уверен, вам понравится. Ну и надеюсь, видео было полезно, если так, то ваш палец вверх, подписка на мой канал, если не подписан, и приятный комментарий замотивирует еще больше продолжать стараться для вас. Вам пусть я ко мне сильно поможет всем любви, добра, осознанности и лада в сердце. С вами был Ёж, пока! Субтитры сделал DimaTorzok